Белые, синие, красные, желтые и цвета нют. Точки по продаже искусственных цветов буквально вырастают на глазах. Однако это не тот случай, когда им хочется любоваться. Ведь веет от них грустью. Крады не за покупателей выбирают те растения, которые смогут принести на кладбище к ушедшим, в другой мир родным и близким. Самые дешевые бордюрные цветы на рынке сейчас продают всего за 50 копеек. Самые дорогие обойдутся в 13 рублей. Кому-то нравятся ромашки, кто-то любит калок, кто-то любит георгини, кто-то любит такие вот эти гортензии берут, кто-то любит лотосы, кто-то хочет подороже, кто-то хочет подешевле. Но в основном более берут, покрасивее и подешевле. Продавцы тюльпанов, гвоздик, ландышей, подсунухов и гладиолусов, правда, из пластика и синтетической ткани, показывают клиентам весь ассортимент. Сезонный бизнес, как правило, всегда приносит прибыль. Безусловно, искусственные цветы – это практично. Между тем, экологи имеют контраргумент. Будучи выброшенным в следующем году, либо по истечении какого-то времени, эти цветы попадают в землю, либо еще хуже сжигаются. Как правило, они собираются и вывозятся на полигоны, но это тоже идет нагрузка на объект захоронения. Чтобы вы понимали, ежегодно на полигоны вывозятся после праздников около одного миллиона искусственных цветов. Это большая нагрузка. Хорошо, если это собрали и вывезли. Плохо это если где-то выбросили, либо сожгли. При сжигании данные пластиковые цветы выбрасывают в воздух очень большое количество загрязняющих веществ. Это диоксины, тяжелые металлы, которые опасны для здоровья людей, особенно для здоровья детей. Искусственные цветы, а это органза, латекс, полиэстер и другие токсичные краски и средства, трудно перерабатываются. Их пока невозможно разделить на элементы. Плюс пластик разлагается в почве от 100 до 500 лет. Каждый год возникает вопрос утилизации или переработки венков, цветов, складбищ. Очень много образуется отходов. Они являются коммунальными отходами. Кроме металлических изделий, там практически ничего не подлежит переработке. То есть вторичных ресурсов, как таковых, там нет. Практически ежегодно Минприроды призывает белорусов не украшать могилы родных и близких ненастоящими флористическими композициями и заменить их на живые. Как альтернатива цветы в горшках, карликовые кустарники, газонная трава и свечи. Впрочем, здесь каждый покупатель остается при своем мнении. Многолетники не везде растут. Этот растут, посадил, сидят, вот до следующего года. Букеты ставить, они же мертвые становятся, умирают, засыхают. Насадила и тюльпанов, и этих, там таких зимних хорошеньких насадила уже. То есть вы не покупаете искусственные цветы? Не буду брать. На эти праздники, да, искусственные. Просто принести и положить букет на могилу, не вставя его в воду. А, например, как вариант высаживать многолетние цветы на кладбище? Не, на кладбище, не знаю, там должно быть чистенько, аккуратненько. Кстати, раньше на Радоницу белорусы использовали рушники, ленты и живые растения. Привычка нести на кладбище искусственные цветы появилась лишь в 90-х. Именно тогда рынки запланили яркие дешевые пластиковые бутоны. Их преимущества перед живыми казались очевидными, красиво и долговечно. Да вот беда. Искусственная цветочная композиция простоит от силы год, а вреда планете нанесет на сотни лет вперед. На Радовницу нужно брать четное число. Вот, 2, 4, 6. Это уже зависит от самого клиента, который идет. Также у нас есть гризантема по 6 рублей веточка. Розы разные ассортимента. Это зависит цена от метража. 50 сантиметров, 3,50. 60 сантиметров, там уже идет больше, там идет 4,5. И самая высокая, это у нас восьмерка, она идет 8,5. Для любителей прекрасного есть варианты и подороже. Например, альстромерия – 4,5 рубля. Эустома – до 8. Для почитателей лилий веточка обойдется в 12-17 рублей. К слову, настоящей экологической катастрофой пластиковые цветы считают не только специалисты профильного ведомства. Православная церковь тоже призывает белорусов в этот памятный день нести именно живые цветы, как символ любви и частичку души. Виктория Полевко, Максим Галенка. Итоги недели.